Добрый вечер, друзья мои. Те из вас, кто любит Ремарка, наверняка помнят прекрасную сцену в одном из его романов, когда умирающая девушка купила себе 10 платьев, и это фактически спасла жизнь. Она провела с ними 10 дней в номере гостиницы, и у нее появились силы опять жить. Надо сказать, что одежда, интерьер, все, что нас окружает, это серьезная мотивация, для того, чтобы иметь жизненную энергию. И сегодня у нас в гостях как раз человек, который создает такую жизненную энергию, это дизайнер интерьеровой одежды Анна Бабенко. Известный и успешный украинский дизайнер. Ее клиентами являются Катя Бужинская, Оксана Кулакова, телеведущая Людмила Харив, Оксана Белозир, Александра Кужель, Татьяна Недельская, Анжелика Рудницкая. По образованию историк. Закончила педагогический институт. В 95-м году вместе с мужем основала салон Анны Бабенко, специализирующийся на пошиве стильной женской одежды. С 97-го года регулярно выпускает две коллекции в год. С 2003-го проводит собственные показы. По праву считается одним из самых известных модельеров Украины. Является постоянным участником Ukrainian Fashion Week. В последнее время занимается также дизайном интерьеров. Анна Бабенко. В программе Наталья Влащенко. Люди. Хартов. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Видите, как я долго вас представляла. На самом деле, я убеждена, я сказала это совершенно искренне, что для многих людей вот этот вещественный мир очень серьезный стимул вообще к жизни, к выражению себя. Потому что часть людей считает, да господи, одежда вообще не имеет никакого значения. А часть людей серьезно убеждена, что это один из инструментов такого самовыражения. И признаться, мне вот эта вторая часть гораздо ближе. Итак, украинский фэшн-бизнес, к которому вы имеете непосредственное отношение, как вы сегодня оцениваете вот общую ситуацию? У нас есть фэшн-индустрия или ее нет? И по каким признакам вы говорите, что да есть или да нет? Ну, скажем так, я считаю, что то, что сейчас происходит, это серьезные изменения по сравнению с тем, что когда я начинала, как это все было в конце 90-х, то, безусловно, это огромный прогресс. Если даже поднять картинки первых показов, первых организационных каких-то моментов и сейчас, мне очень нравится то, что происходит. Но, безусловно, в нашей стране сейчас очень сложная ситуация, тем более с фэшн. Потому что все равно это так или иначе отражается. И где-то все равно подспудно присутствует такой момент, что одежда наших дизайнеров, она должна быть гораздо дешевле. И еще по каким-то критериям часто заказчицы и просто наши клиенты потенциальные так оценивают произведенное в Украине. Хотя, конечно же, в последнее время приятно отметить и интерес повышенный к одежде украинских дизайнеров. Но есть определенные, конечно, сложности. А вот по каким критериям все же, я хочу понять для себя, по каким критериям профессиональные люди, вот вы в частности, различают, что говорят, вот в этой стране есть индустрия фэшн, а в этой стране нет. Я по своей наивности всегда считала, если есть легкая промышленность, если есть база, значит, индустрия есть, то, что называется высокой модой. А если нету, то на самом деле это пока только самодеятельность, в которой каждый сидит у себя в мастерской и что-то вышивает крестиком. А вы как считаете? Ну, смотрите, в нашей стране даже нету министерства легкой промышленности. Вот хотя бы начнем даже с этого. И, безусловно, здесь же очень важна такая смычка – работают дизайнеры, создают коллекции. Дальше это где-то должно производиться, отшиваться и продаваться. То есть вот такой четкой цепочки, которая существует, ну, скажем так, в развитых странах, у нас этого нет. Есть моменты какие-то, сами дизайнеры пытаются где-то что-то отшивать и сами занимаются реализацией созданной продукции. Конечно, в последнее время появились и байеры, те, кто на каких-то уже на разных условиях заказывают все-таки эти коллекции. Но, видите же, очень многие наши дизайнеры вынуждены ехать в Европу и там себя презентовать, чтобы именно в этот уже налаженный рынок, в эту индустрию моды войти, войти со своим видением одежды. К сожалению, пока вот такая ситуация. Анна, вот смотрите, неделя моды, она уже много лет существует, насколько я понимаю, больше 10 лет, мне кажется. В 1997 году осенью соскались первые сезонные моды. Да. И не в 10 лет, в 1997. Я говорю, около 10 лет, получается. Нет, это уже скоро будет 20. А, 20. Папа у Васи силен математики. Учится папа за Васю весь год. Это я о себе. Тем более, это очень серьезная цифра. И поэтому я хочу вас спросить вот что. Смотрите, получается, что неделя моды в Милане или в Лондоне, или еще где-то, это какие-то большие, серьезные площадки, где есть такая серьезная панель байера, где какие-то новые совершенно дискуссии, смыслы и так далее. Там есть теоретическая часть, когда люди собираются, дают мастер-классы, когда они серьезные дискуссии предпринимают, серьезные арт-критики и так далее. У нас здесь пока ничего этого нет. У нас есть фактически эта часть, которая называется показами. Я не ошибаюсь? Ну, я думаю, что все-таки изменения произошли все-таки в лучшую сторону. И приезжают к нам какие-то представители, все-таки и те же байеры приезжают, и все-таки что-то происходит позитивное. А кто какие байеры приезжает? Это интересно, потому что да. Я думаю, что вам интересно. Я вам сейчас точно не скажу, почему я последние несколько лет не показываюсь. Я сейчас плотно занимаюсь дизайном интерьера. И как раз все вот эти положительные изменения произошли буквально в последние несколько лет. Я только с удовольствием наблюдаю. Я общаюсь, естественно, с Викторией Гресь. Я слышу о тех позитивных изменениях, которые все-таки происходят. И о тех стараниях, скажем так, те, которые Ира Данилевская, Ира Данилевская, ребята вот с Ukraine in Fashion Week они прилагают. Это, конечно, очень большой плюс, большой шаг вперед. Как вы относитесь к этому бому стрит-стайла, который там за последние годы, ну, фактически на наших глазах произошел? Хорошо ли это, когда моды перестает быть элитарной? Когда она просто приходит на улицу? Я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, что это как-то друг друга и подпитывает. И, вы же посмотрите, иногда очень интересные луки можно увидеть, если они действительно стрит-стайл. Потому что тоже сейчас под этим течением, ну, скажем так, определенные известные деятели моды, они продвигают или свой стиль, или какие-то бренды. То есть это уже своего рода стало инструментом для продвижения определенных марок. И такое тоже присутствует. Но это неизбежно. И это тоже присутствует. И, конечно, многие известные и неизвестные марки включают в себя этот элемент для того, чтобы дать сигнал своему потребителю, что они находятся в настрии моды. И что они чувствуют настроение и дыхание улицы. Анна, вот вы говорите, дизайн интерьеров. Знаете, в нашей стране особенно, это очень такая пикантная профессия, потому что все, что мы видим, я не знаю, в интернете, все, что мы видим, нам показывает телевидение. Когда мы говорим о дизайне интерьеров, серьезный дизайн интерьеров себе могут позволить только люди, у которых есть деньги. И эти люди как раз, вот эта притча во языках, обладают потрясающим отсутствием вкуса. Да, все эти вот, даже вот этот новый мем, который уже не новый, уже старый, пшонка стайл, он как раз очень популярен, потому что, что она мне показывает, они строят все, знаете, от таврических дворцов, заканчивая белым домом. И это все, как бы же, такое страстное желание походить на кого-то. Вот вы, как дизайнер, с какими основными тенденциями на этом рынке сталкиваетесь, когда к вам приходит заказчик, у которого есть деньги, и говорит, я хочу, что они хотят? Они хотят что-то свое, они хотят отражение собственной жизни, или они хотят как у кого-то? Ну, может быть, мне в этом плане повезло, мне подобные клиенты не попадались. Да вы что, да вы что. Да, я считаю, что в этом плане я одета счастливый дизайнер. Видимо, да. Потому что, видно, всегда сложно, но я не знаю, конечно, как выглядят эти дизайнеры, создающие подобные пшонка костиль, мне просто даже очень интересно, кто это и как этот человек выглядит. Лично я не знаю. Ну, подождите, но вы же видели, например, дома и интерьеры там Межигорье. Дома, да, я имею в виду, кто это создавал. Все равно присутствует дизайнер, и все равно это определенная работа с клиентом, всегда можно переубедить, всегда можно показать, что то, что вы хотели... А точно всегда можно переубедить? Всегда можно изменить, всегда можно сыграть на нюансах, убрать излишний блеск перья, стразы, всегда можно показать примеры, как это может выглядеть. То есть сначала узнать, что у человека привлекает, понять, как бы, ну, откуда это идет, откуда желание того или иного... Из хрущевок. Это понятно. Ну, все поездили какое-то время там назад, выехали, стали смотреть, как вообще выглядят интерьеры в Европе, по миру. И поинтересовавшись этим и пообщавшись с заказчиком, все равно я убеждена, всегда можно так перевести, перенастроить заказчика, что если это он хочет классику, то это же не обязательно, что это везде должна быть позолота, перья, сваровские и так далее, и все вместе. Это как я одену все лучшее сразу. Это все-таки, я считаю, что где-то и вина дизайнера или архитектора тоже. Вы же наверняка ездите много и смотрите, как это происходит в других странах. Но вот если сделать такую какую-то общую статистику, в каких домах или в каких квартирах живут, я не знаю, депутаты Европарламента, депутаты парламентов большинства европейских стран, известные политики, чиновники государственные, вы никогда там не найдете безумных дворцов на 5000 метров или еще что-то, потому что у них в огромных домах, что вы только представители шоу-бизнеса, для которых такой образ жизни, стразы, блеск, дворцы и так далее, это инструментарий для зарабатывания денег, это часть их имиджа. Либо это старые замки английских аристократов, которые в полузапустение уже пришли, которые достаются им просто из поколения в поколение. Но новый стайл, европейский стайл, он не предполагает таких красот, с какими-то слепниной на потолках или с какими-то безумными бронзовыми фигурами на воротах, какие вы можете увидеть спокойно, если вы проедете по Дамбе или еще где-то в Кончезаспе. Вот новая украинская буржуазия в этом смысле, она какая? Она что хочет? И как меняются эти тенденции? Скажем, что было в 90-х, что было в нулевых и что сейчас? Меняется и новая украинская буржуазия, она тоже вся очень разная. Я думаю, может быть, мне так повезло, что я работаю с людьми, думающими, читающими. И если я и создаю классический стиль, то это очень сдержанные фактуры все. Нет избытка и перенасыщенности ложным декором, ложными ценностями, вот этой всей ложной мишурой. Поэтому, безусловно, я наблюдаю в разных глянцевых изданиях то, что иногда выходит из-под пера наших архитекторов или дизайнеров. Часто дизайнеры этим грешат, идут как бы... Я как бы не понимаю эту ситуацию. Да, люди... Часто это бывает связано именно почему-то с прокурорами. Я просто наблюдала несколько... Прокуроры стайл. Давайте это... Не знаю, это очень смешно, но просто я видела действительно фотографии создающихся уже практически готовых интерьеров. И когда я узнавала, что это прокурор, ну, это действительно удивительная ситуация. Почему-то там присутствуют перья, стразы, пух, все сразу вместе. Это такой ужас. Вы знаете, если у вас каждый день такая страшная жизнь, связанная с криминалом, бандитами и тюрьмами, то жизни другой хочется отдыха, хочется плюшевых подушек розовых, хочется картин, где ты изображаешься как нейрон, понимаешь, с венчиком на голове и так далее. Это понятно, это такой эффект маятника. Хорошо, а как происходит процесс заказа? Вот они говорят, хочу, чтобы было как у кого-то. Или они концепцию формулируют. Мне нужен дом, в котором я смогу это и это. Или еще как-то. Или они говорят, покажите мне, что вы умеете. Может быть, вы будете предлагать свой вариант. Вот как это происходит в большинстве случаев? Я могу сказать, как это происходит со мной. Вы понимаете свои желания? Ну, с вами, конечно, естественно. Да, исключительно. Именно об этом я и спрашиваю, да. Когда у нас происходит первая встреча, то сначала просто людям, заказчики мои, рассказывают мне о своих пожеланиях, чтобы они хотели видеть. Как правило, это четкая позиция. Либо есть желание жить в современном интерьере, либо в последнее время актуальна очень такая классика, но мягкая, европейского плана, без ложного пафоса и ложного декора. Такая как бы настоящая, очень приятная. Потом дальше, как бы уже общаясь, и хочется побольше узнать человека, круг семьи, интересы, чем занимаются заказчики, чем они живут, их профессия, а также чем они занимаются в нерабочее время. И из этого потом начинается складываться картинка, что уже дальше я буду предлагать заказчику, потому что ко мне приходят и, естественно, просят, чтобы уже дальше предлагала я. А есть ли разница в эстетике, в тенденциях, скажем, как строят дом современные украинские буржуа, средний класс, я не знаю, и современные, например, голландские или французские буржуа? Есть ли разница? Потому что, когда вы ездите по миру, то визуально вы видите, например, я недавно приехала из Словении, это страна, где нет ни одного забора вообще. То есть люди живут без заборов, они никого не боятся, и они спокойно себя совершенно чувствуют, потому что, видимо, это ощущение внутренней свободы, которая позволяет вам жить без страха и истерики. А если вы приедете в наши жилищные комплексы, то я всегда, честно говоря, мне смешно, потому что я недавно у кого-то была в гостях, сначала огорожен огромным забором трехметровым весь комплекс, это какой-то там жилищный кооператив, да, люди, богатых людей где-нибудь живут, потом вы заходите внутрь, и каждый дом опять огорожен еще двумя трехметровыми заборами. И ты невольно спрашиваешься, а вообще эти люди живут как в тюрьме, потому что пространство закрыто, и какая бы то у них внутри площадь ни была, это все равно такая зона. Вот эту разницу я увидела визуально, но какая еще есть разница? Ну, это безусловно присутствует, хотя я вам хочу сказать, что под Киевом тоже появляются немножко другого плана коттеджные поселки, и там, где вот я сейчас работаю, создаю несколько проектов, веду, там, скажем так, смешанная ситуация с ограждением, там при парадном въезде и там, где дороги в самом коттеджном городке, там отсутствуют заборы. То есть вы, пожалуйста, можете там элементы живой изгороди, подъезд, подход к дому открытый, забора нет. И только уже там между самими владельцами существует такой легкий, с такими небольшими просветами, небольшой забор. То есть вот уже приятно, что есть немножко другая ситуация, и те клиенты, которые приезжают и покупают эти дома, они в свою очередь же тоже принимают эту эстетику и этот образ жизни. Что вот все-таки таким образом закрываться и прятаться от всего мира... Но интерьер и экстракер – это же отражение образа жизни человека. И его мысли, конечно, чем он живет. Поэтому очень интересно мне наблюдать. Конечно, те, кто могут себе позволить и, допустим, строят или покупают так или иначе какие-то определенные дома, ведь это же очень характерно. Это сразу показывает, можно определить все-таки, что это за человек. Потому что если человек, конечно, где-то это компромиссный какой-то вариант, или это связано с машиной. Машина точно так же же очень большой показатель, но только в том случае, если человек свободен в выборе. Если это не просто ситуация, когда надо просто купить транспортное средство или по той или иной причине выбор падает вот на эту машину. А если человек может себе позволить, это очень показательно. Машина, дом – это сразу уже характеризует. Есть ли тенденция к уменьшению площади? Потому что когда все стоило 2 копейки, то есть электроэнергия и вода и все остальное, я знаю, что строились дома по 1500 метров, 2000 метров, в которых, как правило, жили люди, и там двое людей, трое людей, которые иногда заезжали туда, иногда просто оставались в городских квартирах ночевать. Есть ли сейчас какие-то тенденции к уменьшению? Безусловно, конечно, есть. Последние годы эта тенденция очень такая заметная к уменьшению площади и даже к уменьшению этажности. Потому что уже немножко пожив, и большинство заказчиков им уже, скажем так... То есть бельярный зал на пятом этаже уже редко строят. К той грани, когда им 40-50 и будет скоро больше. Они уже понимают, что даже подняться на второй этаж, это тоже не так комфортно. И как оно будет дальше? И зачастую ведь комфортно жить на одном этаже. Поэтому такая тенденция прослеживается к одноэтажным домам. Ну, Невропа же все строятся одноэтажными домами. Это так. По большому счету, не надо человеку много метров для комфортной жизни. Какие еще тенденции последние годы есть, которые, может быть, не знают зрители о них, и они интересны? Или какая там разница, допустим, с интерьерными тенденциями европейскими? Кто из заказчика, возможно, вас удивил в ту или иную сторону? Фамилии можно не называть. Сейчас по поводу еще дополнительных каких-то тенденций. Приятно отметить, что люди стали больше слоняться к тому, как живут европейцы. И переоценивать ранее ими какие-то созданные искусственные ценности. Это сказывается на их выборе стилистики, на выборе той же площади дома. Если раньше была тенденция очень-очень много метров, 500-700 больше и так далее, это все-таки сейчас люди, которые могут себе это позволить, они понимают, что это не нужно для комфортной жизни. Это первый момент. Второй момент по стилистике. Безусловно, это очень приятно наблюдать и видеть. Это действительно так. Больше интерес проявляется к интересным дизайнерским каким-то решениям. Например, тоже мебели Мороса. Там же очень интересные работы. Тут Патрисия Уркеола создает очень интересные предметы. Марсель Вандерс и его «Фабрика Мои» ведь тоже такие очень дизайнерские, яркие объекты. И очень приятно осознавать, что это понимаемо стало, потому что это не дешевые предметы. Как-то так раньше был такой стереотип, что только классические, очень такие массивные, насыщенные предметы могут стоить дорого. Это да, вот это дорого. А современный стиль, безусловно, это что-то такое уже ниже стоящее по уровню. Вот это второй момент, тоже очень приятное изменение. А в плане каких-то, чтобы меня так поразило... Ну, какой-то запоминающийся заказ. Запоминающийся заказ, да. Могу сказать, что в прошлом году работала с одним заказчиком. Но это, правда, была моя идея, предложить ему люстру голландских дизайнеров бренда «Фан Эгман Коко». Она как бы синтез модерна, и в том числе там присутствует хрусталь. Но это очень современная, очень дизайнерская люстра. И я ему предложила это в санузел. Потому что санузел 25 метров, и как-то... Куда без люстры-то? Как вообще в санузле без люстры? И что мне запомнилось, он мне сказал... Ну, когда я озвучила, сколько она стоит, он говорит, Аня, дам таблетку. И я ему говорю, так, писать, что делать с люстрой? Пиши, я говорю, как же таблетка? И так я как бы теперь, если что, мне что-то... А сколько стоила люстра в санузел? Ну, может быть, сколько же нам стоило? Тысяч, наверное, 15 евро, я не помню. Ну, просто мне всегда приятно оценить порядок фантазии наших, так сказать, богачей. И люстра в санузел, это прекрасно. Хорошо. А вот ещё один такой вопрос, знаете, когда я, например, попадаю в чешскую какую-то горную деревню, я всегда понимаю вот по архитектуре, что я именно в Чехии. Если я там в жилом квартале в Сиднее, вот новые современные дома, я тоже понимаю, что я именно в Сиднее, а не где-то в другом месте. Если вы в Хорватии попадаете, да, в Дубровник, то вы тоже видите, что это не Чехия, это Хорватия. То есть это всегда различные, различные архитектуры в Сиднее все очень чёткие, понятные, и они как бы являются следствием той культурной ситуации, которая была в этой стране многие годы. Если у нас сегодня вот в работах наших дизайнеров интерьера, экстерьера, в работах наших архитекторов а тот стиль, который мы называем украинский стиль, или это, опять же, вот как и в нашей фрешен, так сказать, ситуации, все хотят быть похожи на европейских дизайнеров, но украинского стиля практически ни у кого нет, да? Потому что мы-то европейцы, почему мы не интересны европейцам своей одеждой? Потому что мы постараемся делать, как они, а им это совершенно неинтересно. Ну, конечно. Вот есть ли у нас, скажем, у наших интерьерных дизайнеров, есть ли какие-то тенденции, которые являются отражением именно украинской культурной ситуации, истории Украины? Безусловно, есть, и есть очень много талантливых архитекторов. Я не архитектор, а дизайнер. Я понимаю, но... С удовольствием отмечаю работы. Мне нравится, как работает, например, Кузнецов, дизайнер, архитектор. И как они работают вместе с женой, как они создают, как они вписывают украинское начало в достаточно лаконичные и такие... А ваши заказчики вам говорят, Анна, мы хотим, чтобы в нашем доме было понятно, что мы живем в украинском доме, мы хотим украинский интерьер. Как часто вас просят об этом? Я еще не сталкивалась с подобным заказчиком. У меня не было. Но я надеюсь, что будет. Ну, мне тоже хочется надеяться, что когда-нибудь и не будет. То есть фактически никто не ставит задание, чтобы это было... Потому что в Норвегии, да, каждый дом есть отражение и каждый интерьер того, что люди живут в Норвегии, а не где-то. Хорошо, но а считается ли это проблемой? Что нет вот уважения к собственному, к национальному? Что хочется иметь хай-тек, хочется иметь европейский стиль, а не хочется иметь стиль украинский? Я думаю, что нам еще... Мы как бы в самом начале такой самоидентификации, такой серьезной, ненаносной. Не тех, навязанных ранее нам каких-то символов, тех же шароваров, сала там или еще чего-то. Вот, и в вышиванке я свято к ним отношусь, но все равно это только... Это очень красиво. Да, да, это очень красиво. Это просто отдельные какие-то позиции. Поэтому я думаю, что с развитием, с развитием и индустрии, производства тех же и предметов мебели, это все же будет вместе соединяться и в развитии, и как бы поиска, и правильного ощущения украинского стиля, и архитектуре, и в одежде. Это придет и в дома, и в наши дома, как бы так или иначе. Просто для этого нужно время. Вы директор и владелец, или не владелец? Арт-директор. Арт-директор 31 галереи. Скажите, у нас... Почему я спрашиваю? Я вас не зря спросила до эфира, это магазин или галерея, вы как-то больше склонились к тому, что это галерея. Потому что на Западе галереи существуют как культурные центры, где там формируются какие-то моды, смыслы. Если это галерея, которая продает картины, то это обязательно там идет какая-то культурная жизнь, и туда приходят художники, и туда приходят байеры, там происходят какие-то ивенты, которые связаны с этим. Если это галереи, где продается одежда, то же самое. Вот у нас же все галереи, которые в основном продают картины, они существуют, функционируют как комиссионные магазины, которые берут у художников картины, например, или какие-то другие предметы и продают их. Как ваш магазин? Потому что был арт-директор, значит, вы должны концепцию формировать, насколько я понимаю. Да, безусловно. Конечно, знаете, скажем так, что не все сейчас так еще реализовано, как бы мне хотелось, потому что мы так или иначе, особенно в последние два года, ну где-то тоже нам достаточно непросто, и это ощутили на себе все подобного плана организации. Но мы стараемся продвигать и наших художников, и наших фотографов. Открывались мы с выставкой с работами фотографа Вячеслава Маевского, он еще фотографировал мой первый показ, у нас такие давние с ним отношения. Сейчас мы представляем работы молодой украинской художницы в нашей галерее и показываем, как современное искусство может войти не только в современный интерьер, а также и в классический интерьер. Это очень интересно, это очень классно выглядит. И стараемся давать возможность молодым нашим дизайнерам, вот сейчас у нас идут переговоры, представлять предметы, которые создают дизайнеры, именно предметники, дизайнеры мебели, дизайнеры по свету. Вы по-прежнему ведете бизнес собственным мужем? Да. Да, а это не утомительно, потому что есть же, знаете, вот психологи говорят, что это может быть, и я знаю даже такие пары, кстати говоря, но это неизбежно приводит к тому, что это становятся пары партнерские, которые сотрудничают вместе, и вот эта замечательная часть их жизни, которая является, ну, очень личной, она как-то от этого страдает все же. Как вот в вашем случае? Ну, как-то, видя, так сложилось, что мы много, очень много лет вместе. Как-то так, вы даже не знаете, как это сложилось. Я сама в ужасе от той цифры, которая у нас скоро будет, вот, совместной жизни. И я еще иногда шучу, может быть, это так получилось, потому что мы расписались, поженились 14 февраля, но тогда это была просто пятница. И все, мы выбирали пятницу и субботу. И потом, спустя много лет, оказалось, что это такой большой праздник для всех влюбленных. Ну, потом мы абсолютно разные. Я вот такая вся взрывная, такая сумасшедшая, где-то могу, я не знаю, очень активно и жестикулировать, и говорить, и влетать, и что-то вот такое вот, пытаться всех тормошить. Муж очень спокойный, лаконичный, в общем, и полностью комплиментарный. Может быть, из-за этого, даже не знаю, объяснить мне сложно. Но каким-то образом у нас все получается. То есть все у вас вместе получается, вы просто дополняете друг друга. Видимо, да. Дочке не нравится то, чем вы занимаетесь? Да. Детям очень редко нравится, ну, я не знаю, если, например, там, вот, мать или отец занимаются модой, то детям очень редко нравится то, что они делают. Если мать или отец там поют песни, то они очень редко слушают их песни, а слушают песни своего поколения. Вот вашей дочери нравится то, чем вы занимаетесь? Да, ей нравится. Она закончила, она молодой художник-дизайнер одежды, но она для себя последние вот пару лет, она направление выбрала живопись. Ей интересно заниматься современной живописью. И вот последний год она плотно очень... Последний мой вопрос, перед тем, как вы мне зададите вопрос, если захотите, будет, наверное, достаточно неожиданным, но он будет очень конкретным. Кто, с вашей точки зрения, из публичных людей, которые вы знаете, так как вы занимались одеждой, лучше всех одеваются, ну, вам кажется, наиболее стильным, из мужчин и из женщин? Это могут быть политики, артисты, режиссеры, вот все публичные люди, если взять за общую массу, кто, вам кажется, наиболее адекватен во внешнем проявлении? Как-то с мужчинами сложнее. То ли я на них не обращала внимания, то ли по специфике, что я занималась только женской одеждой, даже так сходу не могу сказать, кто же из мужчин. Из женщин прям самое-самое. Ну, кто вам нравится, как выглядит? Все публичные, все выходы Маши и Фросиной мне очень нравятся. Спасибо, спасибо, это очень конкретно. Жалко только, что мужчины не было. Вы можете задать мне вопросы, хотите? А ваш любимый стиль в архитектуре? Ну, готика, наверное, все уже. Да, вот этот период, когда Европа была готической, я считаю, что, знаете, наверное, прекрасно все, что пробивает время и остается во времени, кажется по-прежнему прекрасным. Это касается живописи, это касается литературы, это касается музыки. Все, что переживает время, есть настоящим, объемным и полноценным. Вот готический стиль, он и сегодня выглядит завораживающе, и значит, это очень круто. Спасибо большое, по крайней мере, это мое личное мнение. Спасибо, но и судя по вашему внешнему виду, как вы сегодня выглядите, для меня это неудивительно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Ну что же, друзья мои, сегодня мы говорили о прекрасном, и я очень люблю такие вечера, потому что, чтобы там не говорили о банальности выражения красота спасет мир, я уверена, что она действительно спасет. Только вот не банальная красота, большие глаза, яркая одежда или еще что-то, а вот это вечное стремление к человеку, человека быть лучше. Это же стремление к красоте. Ну что ж, засыпайте свободно, просыпайтесь счастливыми, завтра обязательно будет. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...